Афганистан снова стал самой горячей точкой на карте. Ветераны Афгана и Заполярья не могут не следить за событиями, разворачивающимися в Южной Азии. Наш корреспондент пообщалась с воинами-интернационалистами, которые сравнили уход США и СССР из далёкой страны. Этот улыбчивый 20-летний паренёк на снимках Андрей Лебедев. В далёко 85-м году ему пришлось взять оружие в руки и отправиться по призыву в Афганистан. Теперь воин-интернационалист вместе с другими участниками тех военных действий продолжает интересоваться новостями из далёкой азиатской страны, которые нисходят с первых полос мировых СМИ. По словам ветеранов Афгана, такой кризис не закончится быстро и благополучно. Я лично как считаю, что это Восток. Верить талибам это нельзя. То, что они обещают, что не будет у них смертной казни, это будет... Для нас это страшно то, что рядом Узбекистан, Туркмения, они всё равно поползут туда, а там уже вся Россия для них будет открыта. То есть это надо делать границу, закрывать хорошо. Их войска, честно говоря, когда мы служили, у них там срандойцы были, они тогда воевать не хотели. Это народ, который... Они воюют, они служить воюют, но воюют каждый за свой кишлак, за свой дом. После захвата Кабула президент Ашраф Гани спешно выехал из страны с семьёй. США тяжело самолётами в условиях хаоса, продолжает эвакуацию людей. В отличие от Советского Союза, который в 1989 году выходил из Афганистана боевым строем. Когда вынесли решение о выводе наших войск с Афганистана, у нас всё было планово, организовано. Уходили, да, многие из местных провожали со слезами на глазах. Это было, и все это видели, все наши ребята, кто там был при выводе. А сейчас, сейчас же там, сами видите, что там творится, как народ бежит, как они, ну, бегут все. По словам ветеранов, молниеносность, которой правительственная армия Афганистана задавала позиции, связана с тем, что там люди могут за один день менять принадлежность, нечаясь между правительственными войсками и запрещенными радикальными группировками. Там пощады не будет никому. Почему? Не просто так люди оттуда бегут, правильно, да? То есть даже те, кто там хоть чуть-чуть взаимодействовал с американцами, их настигнет кара. Хоть они и говорят, что им ничего не будет, но вы видите, что творится. При нас, когда вот мы выходили, за нами так не бежали, как сейчас от американцев, правильно, да? То есть все оставили, все-таки более-менее страну оставили в мирном таком виде. То, что сейчас там творится, конечно, ужасно. Ясно только одно, что перспективы Афганистана туманные. Можно предположить, что мы и дальше будем свидетелями серии беспрерывной игры в казаки-разбойники.